Журналист Boxing Skin Стивен Эдвардс поделился мнением о 24-летнем боксере Алексе Сауседа, которого его тренер Абль Санчес сравнивал с Головкиным. Алекс Сауседа хороший файтер, но у него плохая защита. Это нормально для атакующего бойца, но нужно выжимать сок из своих ударов. У Головкина также нет хорошей защиты. Но он компенсирует это ударами, также Triple G ниже опускает голову в плечи. Так что ты бьешь по короне на его голове вместо подбородка. Сауседа же бьет не так сильно, как Головкин, у него есть сила. Но не в таких объемах, сказал Стивен Эдвардс. Состоялся главный бой вечера бокса в Атлантик Сити штат Нью-Джерси, США. На ринг вышли российский боксер Дмитрий Бивол и канадец Жан Паскаль. Бивол ставил на кон свой пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA и фаворит с самого начала поединка захватил инициативу, действовал уверенно в силовых ударах, активно работал джебом и завершил бой в свою пользу после единогласного решения судей 117-111, 119-109, 119-109. Таким образом, Дмитрий защитил чемпионский титул и одержал пятнадцатую победу в профессионалах. Паскаль потерпел шестое поражение. 24 ноября в Монако состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого выступил чемпион мира в первом тяжелом весе с приставкой в отпуске Денис Лебедев. Соперником 39-летнего россиянина в главном бою вечера стал Майк Уилсон. На протяжении всего боя Лебедев владел преимуществом. В итоге он победил на картах всех трех судей, 119-109 дважды, 116-111. Для Дениса эта победа стала 32-й в карьере. В ночь на 25 ноября МСК в Лос-Анджелесе состоялся первый в истории турнир по смешанным единоборствам, организованной главой промоутерской компании Golden Boy Оскаром Далахайой. Главным его поединком стала встреча двух экс-чемпионов UFC. Тито Ортиза и Чака Лидила. Ортиз с самого начала поединка захватил инициативу и начал прессинговать более возрастного соперника. Лидил выглядел слишком медленным и уже в первом раунде пропустил от Ортиза многоударную комбинацию, которая заставила его выбросить белый флаг. Таким образом, Ортиз завоевал вторую победу за два года, в минувшем году он справился с Чилом Саненом. Напомним, Ортиз и Лидил дважды встречались в разгар выступлений в UFC. И тогда оба поединка выиграл Лидил. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок